Вот уже неделю на Смоленщине фиксируется спад заболеваемости COVID-19. Количество инфицированных в день упало с 1000 до 800. Изменилась ли ситуация в положительную сторону в Десногорске, обсудили 1 марта на комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Город Атомщиков вместе с областью переживает небольшой ковидный спад, что даёт надежду на стабилизацию ситуации. В стационаре 36 пациентов, два человека в реанимации. Вздохнула свободнее и амбулатория. Существенно сократились вызовы на дом, а 28 февраля-понедельник был отмечен спадом обращений в поликлинику». «Если у нас в предыдущей неделе было более 200 человек, то вчера было 178 человек. Из них первичных 31 и выздоровело 97 человек». 164 заболевших за неделю, включая больных пневмонией. В основном это взрослое население. Среди детей заболеваемость невысокая ни коронавирусом, ни ОРВИ. Школы и сады работают в очном режиме, как и трудовые коллективы. Это связано и с нововведением Роспотребнадзора. «Напоминаю, что Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин для контактирующих с больным коронавирусом. Поэтому карантинных мероприятий нигде не зарегистрировано». Обсудили также готовность города и ответственных структур к весенним паводкам – опасному гидрологическому явлению. Действия по предотвращению резкого подъёма воды выполняют сотрудники коммунальных служб ИСАЭС-сервиса. «В связи с интенсивными и длительными снегопадами осуществляется выпад снега с территории муниципального образования. Проверяется и подготавливается к работе насосное оборудование, имеющееся средство для откачки воды. Дополнительно укрепляются и проверяются коммуникационные сооружения, необходимые для жизнедеятельности населения, теплосети, водоотведения, ливные стоки». Паводковые комиссии созданы в административном аппарате муниципалитета и Смоленской АЭС.